МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости. Меня зовут Яна Лукошкина. И вот о чем расскажем в этом выпуске. В светофор в самом центре Ставрополя стал горячей. Тема и споров среди автолюбителей. Почему, разбиралась Анастасия Зубрицкая. Ясентуки не только на земле, но и в небе. Наш регион впервые встретил самолет, названный в честь курортного города. Ясентуки теперь есть не только на земле, но и в небе. Именной борт, названный в честь курортного города, совершил первый рейс из Питерского Пулкова в Минеральные воды. На носу Суперджета размещены названия и герб Ясентуков. О том, что самолет именной будут объявлять перед каждым вылетом. Губернатор Владимир Владимиров и глава крупной российской авиакомпании договорились о появлении самолета с таким названием на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Предполагается, что это вызовет дополнительный интерес к Ставропольским курортам и привлечет новых туристов. На борту воздушного судна пассажирам объявляют, что это воздушное судно названо в честь города Ясентуки. И, соответственно, уже все знают, что они летят именно на Ясентуках. Ну и дальше, как я уже говорил, вдруг заинтересуются и прилетят сюда, проведут здесь свои выходные либо каникулы. Глава региона сам приехал встретить именной борт. Владимиров рассказал, что в следующем году Украина правит 190 миллионов рублей на развитие авиасообщения. Позитивные перемены есть и сейчас. За последние два года число авиамаршрутов в Ставрополь и Минеральные воды выросло до 57. Появилось 15 внутренних и 12 международных новых направлений. Эта работа, по словам губернатора, будет продолжаться. Развивая направления, мы развиваем бизнес друг друга. Развиваем аэропорт, развиваем авиакомпании, развиваем города, а самое главное, мы развиваем нашу страну. И такими маленькими-маленькими шажками все больше и больше добавляем прелести для наших кавказских генеральных вод. Приходим к не менее волнующей ставропольцев теме. Светофор в центре Ставрополя стал причиной недовольства многих автомобилистов. На перекрестке Голенева-Карла Маркса установили нового умного регулировщика. Новым стал и режим его работы. Теперь невнимательным водителям светят не только сигналы, но и штрафы. Анастасия Зубрицкая сама села за руль и провела эксперимент. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вам этот светофор? Не очень. Почему? Ну, пробки создают, что оттуда создают, что оттуда создают. Как раньше было, оставили бы и все. Никак, я здесь еду, очень редко езди, поэтому светофор и светофор. Останавливая движение. Неудобно, да? Неудобно, я поехал, спасибо. Мне нормально, остальным водителям, я думаю, не очень, потому что очень много на красный ездят. А вам почему нормально? Ну, потому что я смотрю за дорогой. Речь идет о светофоре на перекрестке Голенева-Карла Маркса. Его заменили на новый. Работает он также в новом режиме. Новыми оказались и проблемы у водителей. Прилетел мне штраф неделю назад, проезд на красный, но я ничего не нарушил. Я не помню, чтобы там было вступление. Я была уже три раза свидетелем. Там, видимо, правда, что-то не так. Несколько раз водители просто ехали на красный по Голенево. Красный сигнал за поворотом многие принимают за дублирующий. Завершают маневр, а после получают штраф. Повернув на зеленый, водителю необходимо сразу же остановиться. Насколько этот светофор действительно неудобный, мы решили проверить на себе. Сразу скажу, водитель, я неопытный. По этой дороге еще ни разу не ездила. Эксперимент начинается. Вот тут как раз горит нам красный свет. В принципе, не в час пик проблем мы не заметили. Однако здесь нельзя не согласиться с мнением других автолюбителей, что дорожной разметки действительно не хватает. Дорожную разметку сообщили в городской администрации. Здесь делать планируют, но ближе к весне, когда завершится тестовый режим работы умного светофора. Мы мониторим, в какую сторону у нас, по-русски скажу, в какую сторону больше машин, в какую сторону меньше машин. Когда мы уже будем видеть, когда нам система посчитает. То есть мы на данный момент считаем, не как раньше вручную палочки, галочки ставим. Сейчас система все высчитает. И каждый поток мы уже будем понимать, кто куда двигается. И после этого весной здесь будет нанесена разметка как стоп-линии, так и разделение полос. Так и в дальнейшем мы думаем о расширении данного перекрестка с добавлением еще одной полосы. Скорректировать движение здесь было необходимо. Этот перекресток в прошлом очаг аварийности. Теперь же статистика изменилась в лучшую сторону. Умным новый светофор называют, потому что он оснащен и камерой видеонаблюдения, и датчиком отслеживания автомобилей. Недавно на этом участке дороги появились и другие светофоры. Например, для пешеходов. Так здесь раньше дорогу перебегали по зебре. Теперь же перейти можно только на зеленый. Этому регулировщику, в отличие от предыдущего, радуются и автолюбители, и пешеходы. Однако последние тоже предлагают их немного отрегулировать. Удобно. Почему? А потому что вот как я инвалид, перебегаю и это самое. А сейчас ждешь своего и ДТП не будет. С одной стороны удобно, с другой неудобно. Пожилые уже обращают внимание на тот зеленый, а там нужны зеленые, а здесь красные. И люди путаются, как идти, переход. Там зеленые для автомобилистов. Ну да, а пожилые, если бы мы-то еще соображали. Удобнее, только они очень длинные. Можно было покороше. Умный светофор способен не только оценивать транспортный поток, но и менять режим работы в зависимости от ситуации на дорогах. Внедряют нововведения постепенно. Всего же в краевой столице установили 16 таких светофоров, а к 25-му году они должны вытеснить всех своих коллег постарше. Анастасия Зубрицкая, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. И еще немного к слову о развитии молодежи. Для этого в крае также готовят проект первой умной школы. Ее смысл в глубокой цифровизации учебного процесса. Образовательные инициативы обсудили в правительстве региона. Одна из идей – это создание киберклассов, где школьники смогут обучаться основам современных специальностей, вроде цифрового моделирования, работы с искусственным интеллектом и робототехники. Такие прикладные навыки еще на школьном этапе позволят ученикам увереннее выбирать будущую профессию. Впрочем, умные системы должны внедрить и в здания школ. Внедрение на территории наших, пока что будем говорить, образовательных учреждений, а может быть и дальше пойдем, системы умного управления, жилищно-коммунальным комплексом, да, в общем-то, всем зданиям, в зависимости от температуры, в зависимости от количества людей. Первой поумнеть в 23-м году должна школа в селе Краснокумском Георгиевского округа. Здание на 775 мест уже строят по краевой программе развития образования. А вот в селе Маночском Апанасенковского округа благоустроили территорию парка. Там установили металлическое ограждение, а вход украсили мраморной аркой. Также отремонтировали пешеходные дорожки и озеленили территорию. Работы провели по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В селе Лимане отремонтировали врачебную амбулаторию. Там заменили коммуникации, привели в порядок внутренние помещения, а на входе обустроили панду, сообщили в управлении по информполитике правительства региона. Работы провели по программе модернизации первичного звена здравоохранения Ставропольского края. В Труновском округе отремонтировали участок трассы, изобильный Труновской кугульта. Ездить по старому покрытию было небезопасно из-за множества дефектов. Однако теперь на отрезки уложили новый асфальт, сообщили в региональном Миндоре. Также там нанесли разметку, укрепили обочины и привели в порядок съезды и примыкания. Работы прошли в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. В поселке Индустрии, что под Кисловодском, строят новую детскую площадку. На ней будет несколько игровых зон. Сейчас на территории объекта монтируют освещение, заливают бетонные основания и устанавливают ограждения, рассказали в прислужбе администрации курорта. Работы проходят по губернаторской программе поддержки местных инициатив. А у меня на этом все. Еще больше информации на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. А также отправляйте свои вопросы и обращения на номер 8 928 350 8070. Также мы есть во всех социальных сетях. Для того, чтобы подписаться, нужно навести камеру смартфона на QR-код на экране. А впереди прогноз погоды. Я передаю слово Алексею Форсикову, а с вами прощаюсь. В студии была Яна Лукошкина. До встречи. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду, 8 декабря. Зима на Ставрополье нет, пока не слышали. В Ставрополе днем в среду облачно с прояснениями, без осадков, плюс 9, а вечером плюс 5. Невиномыск днем там до плюс 13, без осадков, облачно с прояснениями, а вечером плюс 7. В изобильном днем плюс 11, без осадков, облачно с прояснениями, вечером пасмурно и плюс 6. В Медеральных Водах днём облачно с прояснениями, плюс 10 и без осадков, а вечером те же плюс 6. Перемещаемся на курорты. Пятигорск днём облачно с прояснениями, без осадков, плюс 13, а вечером плюс 8. В Новодске погода похожая, без осадков, облачно с прояснениями, но при этом готовы, плюс 19 днём и до плюс 10 вечером, а ночью те же плюс 10 и небольшой дождь. В Песентуках днём облачно с прояснениями, без осадков и тоже впечатляющие плюс 18, а вечером плюс 10. В Железноводске без осадков, облачно с прояснениями, днём плюс 10, вечером плюс 7. В Восток края везде пасмурно и без осадков. В Ипатова днём плюс 9, вечером и ночью плюс 7, пасмурно. В Дивном похожая погода, днём без осадков, плюс 9, вечером и ночью плюс 7. В Нефтекумске в следу прохладнее. Всего плюс 7. Пасмурно, без осадков. Вечером и ночью плюс 5. В Буденновске днем пасмурно, без осадков. Плюс 9. А вечером и ночью плюс 6. На сегодня о погоде все. Увидимся.